Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемый Константин Анатольевич, Пётр Александрович, уважаемые коллеги, предыдущие докладчики очень содержательно доложили в основном количественных производственных сторон отраслей агропромышленных комплексов мне позволит сделать акценты больше на социальных проблемах сельских территорий. Так вот, несмотря на относительно высокие темы развития промышленного производства в последние годы и то, что российским аграриям впервые удалось в 2020 году экспортировать продовольствие больше, чем заводить в страну, вместе с тем продолжает нарастать дисбаланс с социальным развитием сельских территорий. И вот почему ощутимых подвижек в уровне и качестве жизни сельского населения пока не наблюдается. При этом нам важно помнить, что сельские территории, кроме экономической задачи кормить страну, всегда несли цивилизационную миссию этого воспроизводства национальной идентичности. Они выполняют сложные функции демографического характера, контроля территорий, природоохранные, рекреционные и являются хранительницей традиционной национальной культуры. Однако ситуация на селе остается неудовлетворительной, вызывает у нас большую тревогу и озабоченность. Так вот, первым направлением развития сельских территорий и повышения уровня жизни на селе, на наш взгляд, является обеспечение уровня занятости и доходов сельского населения. Следует констатировать, что нарастает разрыв уровня безработицы между городом и селом. И в 2019 году он достиг почти двух раз. При этом в 16 регионах уровень безработицы у нас составляет более 10%, в том числе в республике Ингушетии 30%. В результате почти четверть 22% сельского населения находится за чертой бедности, тогда как в городе доля малоимущих составляет 7%. Есть все основания говорить, что российская бедность имеет крестьянское лицо. Ведь среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве не дотягивает и до 60% средней по экономике. И это происходит на фоне снижающихся реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,5% в 2020 году и растущих цен на продукты питания на 4%. При этом приходится признать, что продовольствие становится все менее доступным, особенно для малоимущих слоев населения. При этом расходы на питание у нас составляют 46% от их потребительских расходов. Мы считаем, что необходимо увеличить поддержку малоимущих слоев населения, о чем говорил Константин Анатольевич, на базе внедрения системы адресной продовольственной помощи и введение механизмов футшеринга, о котором нам уже надоело говорить. Десяток лет мы об этом говорим. Вот почему, во-первых, необходим переход от монотраслевой дифферсицированной модели, которая предполагает перенос из городов на село, предприятий других отраслей экономики, в том числе развитие сферы услуг, не ограничиваясь народными промыслами и сельским туризмом. Во-вторых, на наш взгляд, сельским территориям, прежде всего, не черноземной зоне, о которой говорилось в докладах, необходимо придать особый статус по типу территорий, опережающего социально-экономическое развитие, имеющих преференции и особые условия ведения хозяйственной деятельности. В-третьих, целых стимулирования развития населения альтернативной занятости следует установить кредитные и налоговые льготы всем юридическим и физическим лицам, которые создают рабочие места в несельскохозяйственной сфере и регистрирующие свою деятельность в сельской местности. В-четвертых, необходимо способствовать созданию удаленных рабочих мест на селе путем содействия к подключению к широкополосному доступу в интернет. Перспективы это станет драйвером для развития интернета в облии населения. Вторым важнейшим направлением в комплексе развития сельских территорий является развитие инженерной и социальной инфраструктуры. И это, прежде всего, обеспечение сельского населения качественной питьевой водой, кстати, уровень которой достиг только 65%. Уровень газификации с сетевым газом в сельской местности составляет тоже 60%. Говоря о развитии инфраструктуры, часто звучат предложения о том, что прорыв в экономике нашей страны необходимо сделать за счет развития только крупных агломераций. Мы же придерживаемся другой точки зрения. И именно за счет разумной деурбанизации мегаполиса можно высвободить дополнительные ресурсы на развитие села, так как ныне на одного жителя мегаполиса тратится в 100 раз больше средств по сравнению с сельским. Третье. Одним из основных направлений комплекса развития сельских территорий является развитие социальной сферы. Необходимо отметить, что в целях сокращения затрат долгое время проводилась политика так называемой оптимизации сети учреждений социальной сферы, что привело к массовому закрытию маловместимых сельских школ, детских садов и так далее. В результате радиус их доступности увеличился, например, до сельской больницы до 90 км, до школы 16,6 км. Сегодня правительством принимаются меры по исправлению печальных результатов оптимизации в этой сфере. Но вместе с тем я не могу понять, почему до сих пор не выполняется указание президента страны о выделении отдельной строкой в программах профильных министерств строительства социальных объектов в сельской местности. Четвертое направление – это демографическая ситуация в сельских поселениях. Нельзя не обратить внимание на то, что в числе последствий деградационных процессов возникло новое, весьма необычное и не свойственное для нашей страны явление. По рождаемости российское село впервые уступило городу. При этом смертность, хотя и снижается, остается выше городской. В результате село вдвое превосходит город по интенсивности естественной убыли населения. В этой связи мы предлагаем объединить интерес экономического и демографического развития сельских территорий путем предоставления долгосрочного кредита на строительство собственного дома и организацию бизнеса, увязав возврат кредита с количеством детей в семье. За каждого родившегося ребенка списывать часть кредита. Такой подход позволит улучшить демографию не только населения, но и в стране в целом. Одной из ключевых системных проблем развития отрасли остается инвестиционная недостаточность. В 2020 году, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства сократились на 7%. При этом снижение инвестиций в сельское хозяйство было более глубоким, чем по экономике в целом. И такая ситуация сохраняется уже не первый год. Причинами слабой инвестиционной активности, на наш взгляд, являются, во-первых, низкая доходность большинства сельхозтоваропроизводителей, уровень рентаблисти которого в 2020 году с учетом господдержки составил лишь 13%, что явно недостаточно для ведения расширенного воспроизводства. Во-вторых, существенная их закредитовность. И, наконец, в третьем ограниченный доступ к гривотным кредитным ресурсам. Говоря о формировании ценности сельхозпродукции, следует особо подчеркнуть, что важнейшим фактором является рост себестоимости от Евгений Константин Анатольевича, ее производство, которое, в свою очередь, зависит от конъюнктуры цен на ресурсы для сельского хозяйства. Они за последние пять лет росли в два раза быстрее, чем цены сельхозпроизводителей. 17,6% против 9%. Например, цены на дизельный отопин увеличились на 21%, на электроэнергию на 33% и так далее. Таким образом, стабилизация на агропродовольственном рынке необходимо начинать с сокращения диспаритета цен. И в этой связи, как неоднократно мы предлагаем, необходимо введение нулевой ставки по акцизам на продажу топлива от сельхозпроизводителей, переведение тарифов на электроэнергию в соответствии с тарифом, сложившимся для потребителей промышленности и так далее. Одной из ключевых проблем является нестабильность и недостаточность объемов оказываемой государственной поддержки. Даже несмотря на принятую стратегию развития АПК до 30-го года, правила игры для сельхозпроизводителей продолжают постоянно меняться. Только за 20-й год в госпрограмму было внесено 10 изменений, и уже 3 изменения в 2021 году, что не позволяет товаропроизводителям планировать свою производственную и инвестиционную деятельность и заключение. Для решения обозначенных высших системных проблем развития сельских территорий и повышения уровня жизни на селье, большие надежды мы возлагаем на госпрограмму комплексного развития сельских территорий, а также на государственную программу развития сельского хозяйства. К сожалению, слабой стороной АПК в госпрограмм остается их финансовое обеспечение, которое систематически секрестируется. Поэтому мы должны либо добиваться увеличения финансирования, либо скорректировать цели и задачи, отодвинуть в очередной раз решение проблем сельской безработицы, бедности, демографии, низкого уровня развития социальной инженерной структуры, отодвинуть на более дорогую перспективу. Однако в будущем, и об этом не следует забывать, решение этих проблем может стоить еще дороже. Вот почему я приветствую сегодняшнее заседание, которое позволяет слышать промышленности и ограбить друг друга, и принимать соответствующее решение. Благодарю за внимание.